В последнее время пользователи из России столкнулись с неожиданной проблемой. Видео на YouTube загружается медленно, постоянно прерывается и останавливается для дальнейшей загрузки. Причем даже если выбрать качество попроще. На сайте Теплицы есть, я бы сказал, фундаментальный материал – 24 инструмента для сохранения доступа в YouTube сейчас и после блокировки. Обязательно ознакомьтесь с этой статьей, ссылку я оставлю в описании. Ну а сегодня рассмотрим некоторые из этих инструментов. Сегодня расскажем о решениях для компьютера. И тут один из самых мощных инструментов – Goodbye DPI. Программа для Windows с открытым исходным кодом. Она модифицирует сетевые пакеты так, чтобы DPI-системам было трудно или невозможно распознать их. Для установки Goodbye DPI идем на страницу проекта, находим последнюю версию программы и скачиваем ее. Распаковываем папку на своем компьютере так, чтобы путь к ней не содержал русских букв, только латиница. Да, кстати, проверьте свой антивирус, он может ругаться на эту папку. Тогда добавьте ее в исключение. Теперь открываем и находим файл Russia Blacklist. Щелкаем правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора. Все. Видим такое вот сообщение, значит фильтр работает. Можно запускать браузер и открывать YouTube. Само окошко не закрываем, можно только свернуть. Чтобы не проделывать такое каждый раз, можно добавить Goodbye DPI в автозагрузке. В папке есть нужные для этого файлы. Ну а каждый случай индивидуален, поэтому если вдруг не сработало, тогда можно перейти в настройки браузера и найти там два протокола. Идем во вкладку Chrome Flux, находим по поиску Кибер и отключаем его. То же самое можно проделать и с протоколом Quick. Можно попробовать оставлять Quick активным. Иногда даже просто этот протокол позволяет обойти замедление. Но, повторюсь, это не универсальное решение и многое зависит от вашего провайдера. Иногда программа требует более тонкой настройки. Подробнее об этом в нашей статье. Другие варианты — браузерные расширения. Важно отметить, что эффективность может меняться, так как провайдеры постоянно совершенствуют свои методы блокировки. Рассмотрим для примера CensorTracker, который дружит и с Chrome, и с Firefox. Его можно взять в магазине Chrome, например. Дальше просто устанавливаем и немного корректируем. Заходим в настройки и в число проксируемых сайтов добавляем вот этот список. Он есть в статье на сайте Теплицы. Теперь все готово. Также для Chrome есть расширение Unblocker for YouTube. Берем его в магазине, устанавливаем, запускаем, работаем. Для Firefox есть дополнение YouTube Unblocker Plus, которое ищет доступные прокси для просмотра заблокированных видео. Установить его тоже довольно просто. Есть еще очень интересный инструмент. Piped Video предлагает пользователям альтернативный веб-интерфейс для просмотра YouTube, но в отличие от многих похожих решений, использует архитектуру проксирования интернет-трафика к серверам YouTube. Можно просто открыть в браузере, настроить его под себя, хотя бы поменять регион, чтобы видеть актуальные тренды, а также выбрать работающее зеркало. Теперь регистрируемся и смотрим видео. Правда, я столкнулся с проблемой, которую пока так и не смог решить. Некоторые видео, например, на канале Теплицы не открываются. Причина? Предлагают сначала войти в аккаунт и доказать, что я не бот. Походил по форумам, распространенная ошибка, связанная с механизмом защиты YouTube. Пишут, что решается проблема выбором другого рабочего зеркала в настройках. Я честно попробовал пару, но ничего из этого пока не вышло. Важно понимать, что ситуация с замедлением и или блокировкой YouTube динамична. Это значит, что ни один из описанных способов не гарантирует полного решения проблемы навсегда. Ну а чем больше методов у вас в арсенале, тем больше шансов сохранить стабильный доступ. Еще раз напомню про статью на сайте. На этом, пожалуй, все. В современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.